Дикость и позор для просвещенной Европы. Визовая вакханалия, средневековая мракобесие. Культура отмены всего русского. Если у вас за грандпаспорте сейчас стоит действующая шенгенская виза, не факт, что завтра она будет действующей. С 12 сентября Европа полностью приостанавливает действие соглашения об упрощенной выдаче шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Оно действовало с 2006 года. Отныне россиянам будет сложнее получить разрешение на поездку. Потребуется больше документов, времени и денег. Полностью закрывать Европу для российских туристов не стали. Но кремлевская пропаганда пользуется моментом и заводит привычные разговоры о русофобии Запада. Хотя у большинства россиян 70% даже нет загранпаспорта, а его владельцы чаще всего путешествуют на курорты Египта и Турции, пропаганда превратила визовый вопрос в общенациональную проблему. Заявляет о якобы нарушении прав человека и всех европейских законов. Так ли это? Давайте разбираться. По данным агентства Frontex, которое контролирует внешние границы ЕС, с февраля этого года на территорию Евросоюза въехали около миллиона россиян. Среди них и противники войны, бежавшие от развязавшего ее режима, и туристы, безразличные к войне или поддерживающие ее. Некоторые страны Шенгенского соглашения еще летом стали ограничивать выдачу виз россиянам. Премьер-министр Эстонии Кая Калас заявила, посещение Европы – это привилегия, а не одно из прав человека. Российские соцсети и прокремлевские СМИ заговорили о дискриминации и попрании общеевропейских прав. Действительно ли отказ во въезде или невыдаче визы нарушает законы ЕС? Мы спросили об этом у Алексея Юсупова, директора российской программы, старейшего в Германии политического и образовательного фонда Эберта. Чисто юридически права на посещение какой-то страны не существует, если эта страна это право не предоставляет. Поэтому континент все еще состоит из суверенных государств, и главным правом любого суверенного государства является контроль над своими границами. Поэтому удивление в этом смысле скорее психологическая проблема, юридически здесь совершенно нет никакого конфликта. Участившиеся отказы в визах и усложнение процедуры их выдачи в Кремле и подконтрольных СМИ называют новым железным занавесом. И на этот раз он якобы опускается со стороны Запада. Европа решила вновь опустить железный занавес. Европа опускает железный занавес. Железный занавес, которым Европа сейчас так стремится отгородиться от России, на этой неделе опустился еще на несколько сантиметров вниз. С 19 сентября страны Балтии и Польша ограничивают въезд россиян шенгенскими туристическими визами, выданными третьими странами ЕС. Своих туристических виз российским гражданам эти государства не выдают уже несколько месяцев. Однако, чтобы не говорила пропаганда, речи о полном запрете на въезд россиян не идет. На учебу, работу или к родственникам ездить по-прежнему можно. Тотальный бан для всех граждан России ввести нельзя. По мнению профессора кафедры права Центральноевропейского университета Дмитрия Кочинова, это противоречит законам самого Евросоюза. Невозможно вводить всеевропейские бэнни или всеевропейские запреты на выдачу виз российским гражданам, потому что с правовой точки зрения это будет возвращение международного права на состояние Второй мировой войны до появления организации обменивки наций и до партикуляции правильной системы защиты прав человека. Действующие сегодня в Европе законы не позволяют запрещать въезд всем гражданам определенной страны, а также ограничивать их перемещение внутри Шенгена. Вот, например, такую страну, как Чехия, если вы посмотрите, у нее четыре соседа, члена Европейского союза и члена Шенгенской зоны. То есть, конечно, она индивидуально может вести запрет на пересечение границы россиян, но это тогда про аэропорт в Праге. А все остальные подобные пересечения границы привели бы к тотальным контролям на границах с другими странами ЕС, а это противоречит Шенгенскому соглашению. Несмотря на то, что шенгенские ограничения коснутся далеко не все, не всех путешественников, а тем более не всех россиян, кремлевские медиа рассказывают аудитории о невиданной русофобии и чуть ли не войне на уничтожение России. Запад воюет не с Путиным и даже не с властью в широком смысле. Эта война со всем народом. Удар по всем. Культура отмены всего русского. Мнимая отмена России в Европе – очередной фейк-пропаганды. На самом деле в европейских театрах продолжают ставить русские пьесы, а в университетах изучать русский язык. Но европейцы не хотят принимать туристов из страны, развязавшей кровавую войну у их границ. Как объяснил нам Дмитрий Кочинов, такое случалось и раньше. Я бы связывал это с историей предыдущих военных конфликтов в Европе и в мире. Если мы посмотрим на Первую мировую войну, на Вторую мировую войну, то всегда всплывает концепция «enemy alien», то есть человек, представляющий государство, с которым наша Родина находится в состоянии войны. И к таким людям всегда было очень плохое отношение. То есть их могли отправлять в специальные фильтрационные или конституционные лагеря, их лишали, лишали права собственности, их лишали, то есть их лишали фактически всех прав. Один из главных нарративов кремлевской пропаганды, отказав россиянам в упрощенной выдаче виз, европейцы сами же подрывают свою туристическую отрасль. С экранов федеральных СМИ аудитории рисуют совершенно апокалиптические картины. Один из туроператоров Юга Италии заявил о потерях 90% выручки из-за отсутствия русских туристов. Речь о миллионах евро, и это только один пример. И еще интересно, что будет, например, со знаменитыми курортами Финляндии. Ну, смешно думать, что туда может устремиться кто-то, кроме россиян. Хельсинки уже терпят миллионные убытки. Это, мягко говоря, преувеличение. В допандемийные времена ежегодно Финляндию посещали около 6 миллионов туристов из разных стран. Россиян среди них около 12%. Действительно, больше, чем из любой другой отдельно взятой страны, но гораздо меньше, чем из других стран Европы в целом. Впереди даже азиатские туристы. Что касается Италии, ложь, пропаганда еще более очевидна. До пандемии 1,7 миллиона туристов из России, 3 миллиона из Китая, 6 миллионов из США и более 12 миллионов из Германии. Отдельные операторы, ориентированные на россиян, могут пострадать, но никак не туристическая сфера в целом. Ее гораздо больше беспокоят последствия пандемии, чем отсутствие российских туристов. О том, что Европа нищает из-за санкций, замерзает без российского газа и вообще разодрана в клочья политическими и социальными противоречиями, на российских федеральных каналах рассказывают не первый год. Так что сейчас привычный нарратив решили использовать еще раз, чтобы объяснить. Проблемы с визами у россиян не из-за войны, развязанной их государством, а лишь из-за того, что еврочиновникам нужно чем-то отвлечь свое население от насущных проблем. Этот нарратив зачастую идет в российской пропаганде в паре с другим. Мол, Россия настолько велика и разнообразна, что ехать-то никуда не надо, своего хватает. А если отдыхать дома, то и визы никакие не нужны. На бескрайних российских просторах можно увидеть все от северного сияния до золотых пляжей, от горных вершин до бескрайней тайги. Отдых найдется на любой вкус и кошелек. Выдавать шенгенские туристические визы россиянам продолжат. Просто для этого понадобится больше времени, до полугода. Перед походом в визовые центры придется собирать больше документов, а консульский сбор возрастет. Получить же мультивизу на несколько поездок станет сложнее. Фактически мы возвращаемся к уровню 90-х годов, когда все обладатели российских спортов будут получать визу с очень коротким сроком действия, и каждый визит должен быть отдельным определенным пакетом документов, при том, что эти визы еще будут дорожные. На начало сентября, согласно изданию «Шенгенвиза.Инфо», у 12 миллионов россиян оставались действующие шенгенские визы. Удастся ли ими воспользоваться в полной мере – большой вопрос. Пока Кремль ведет войну в Украине, отдохнуть на курортах Юга Европы или насладиться достопримечательностями европейских столиц туристу из России будет проблематично.